Апитреф и Феррони Муровских. Значит, в мировой культуре существует три различных версии легенды о Ромео Джульетте. Первую Ромео Джульетту мы знаем полностью. Их очень-очень хорошо. Это история, что две семьи Монтеки и Капулетти враждуют между собой. И между их детьми вступает большое сверхнее чувство. И летом совсем мало. Но они, пытаясь быть вместе, совершают так самоубийство последовательно. Вот такова, значит, история. Там есть клеветники, борьба и всякое прочее. Существует еврейский вариант. Это Семен Рапопорта, он же Семен Анской. В честь мамы Анны. Он назывался Анской. Это Анской пишется. Значит, это дебук. По ней поставлен великий балет Бернстайна, который в Большом театре, ну, лет 10 назад, шел в хореографии нашего очень популярного хореографа и балетмейстера Алексея Ратманского. Он даже сам там танцевал, уже с животиком таким. Ну, вот он там танцевал. Значит, речь о чем это совсем никто не смотрел и не читал. Я расскажу в двух словах, что там происходит. Есть бедный юноша, студент. И есть богатый еврей Ашкенази, у которого искрисляется дочь. Они любят друг друга. Но после всего этого оказывается, что отец свою дочь за большие деньги обещает другому. И тогда студент, каббалист, начинает колдовать. Он пишет специальные письмена, пытаясь вызвать специальных духов и разрешить этот вопрос в свою пользу. Но он не справляется с ними, и духи его убивают. Но он не умирает полностью. Он превращается в некое подобие голема, некого Ашкеназского духа, дебука. И этот дебук является на свадьбу и уничтожает там всех. Такая вот эта история. Обратите внимание, что это... Вместе с девушкой? Да, по-моему, она не выживает. Я уже не помню, да, не выживает. Такова вот эта, значит, ситуация. Такова вот ситуация. А Питер Арка там с кем? А... Питер Арка. Это же есть какой-то же... Нет, ну вот я то, что знаю, вот эти три сюжета. Нет, он же сам это и писал. Да, он писал, но я не знаю просто ничего, могу тебе сказать. Я не думаю, что... Клаури он писал. Я не думаю, что сонеты здесь имеют какое-то хоть отношение к моему сегодняшнему рассказу. Так же, как сонета Шекспира. Они имеют отношения. Просто наша речь идет о таких любовных историях, своим непредавым национальным колоритам. Во всяком... Самая великая вещь из всех этих... Ну, мы видим, что история, рассказанная о Анске, гораздо более интересна. Это, на мой взгляд, сюжетной точки зрения из какой-либо еще, чем история, рассказанная Шекспира. Другое дело, что она написана позже, в начале 19-го века. Ой, в начале 20-го века. Вот. Петр Февроний Муромский. Все считают, что это символ некой такой любви, единства. Но вы послушайте, в чем состоял сюжет. Сюжет состоял в следующем. Что, значит, оказывается... Ну, помимо этого брата убийства я сначала опускаю, значит, с которого оно началось. Оказывается... А, ну, значит, нельзя его опустить. Ну, таким образом, значит, оказывается, что к ним, то есть князю Муромскому, повадился ходить дракон. И этот дракон притворяется его братом и пытается, значит, дракона и соблазняет жену брата. И после этого, значит, Петр в этом разбирается и убивает вот этого дракона в обличии своего брата. Скорее всего, убивает собственного брата. Вот. Таким вот вещь. После этого... Дракон был братом Петра? Просто дракон. Был братом Щеки? Да, братом Петра, да. Значит, дракон притворился братом Петра, и он его убивает. После этого, по загадочным причинам, все тело Петра покрывается язвами. И никто не может его вылечить. Тогда появляется некая селинница Феврония, которая говорит, я тебя вылечу. Хорошо, говорит Петр, вылечи меня, но ты должна мне жениться, пообещать. Хорошо, говорит, вылечи меня. Она его вылечивает. Она его вылечивает, но будучи хитрой и умной женщиной, она оставляет заразу внутри его организма, одну всего, и шрам, которую он не замечает. И он, конечно, когда выздоровел, он сказал, я передумал, я не буду на тебе жениться. Зачем я буду на тебе жениться? После этого, оказывается, ситуация снова заболевает, вынуждена, правда, вернуться к Февронии. Феврония его вылечивает, и он с ней, значит, и он на ней все-таки женится. Но жить он с ней не хочет. И тут у них в Мурме происходят такие события. Это означает, у них восстает народ и князья, и пытаются его убить. Но тогда она объясняет, что вот я уговаривает их Февронии, его спасает, вывозит из этого из Мурома и увезет. Но он все равно ее не любит, что называется. Несмотря на то, что потом, знаете, Мурома поубивала друг друга полностью, то есть она его спасла. Они туда возвращаются с почестями, и тем не менее Петр все равно не живет в Февронии. Чуть позже они расстаются, становятся монахами и расстаются по разным монастырям. И все было бы ничего, но потом они умирают. Умирают, как ни странно, в один день, и происходит страшная вещь, странная вещь. Все время местные, и хоронят в разных местах, все время местные жители смотрят на странную вещь, на жуткую вещь. Что их скелеты, то есть их тела, все время оказываются в одном гробу. Уже у мертвых. Они их раз... За землей, что ли, один гроб? Открытые люди, да, да, да. Да, проползают как-нибудь у вас. Они пытались их разъединять неоднократно, но они все равно сливались в одно единое целое. Так они же не любят друг друга. И это чрезвычайно интересная русская ситуация. Если в этом смысле речь идет о внешнем препятствии для любящих тел, ну тел, мы бы сказать, потому что Жилета была 13 лет, а тел любящих тел, таким образом, внешнее препятствие, которое надо преодолеть, и даже ценой смерти, то здесь история прямо противоположная. Петр всяческим образом пытается отказаться от Февронии. Потому что не его она, не его она суженная, он не любит ее, не нужна она, он может чувствовать в ней благодарность, но не любит ее никак. Но оказывается, некая другая сила, некая фундаментальная, которая Петра и Февронии, все равно их нелюбовь и что-либо еще, предназначила друг другу. Так а кто кому приходит после смерти Феврония? А фиг его знает. Говорят в одном гробу. Ну, кто-то такие, они же похоронят, да? Ну вот, да, интересно, кто кому приходит. Не знаю, надо уточнить. Вот встретишь Петра и Февронии. И еще мистика такая примитивная. Ты не могли бы что-нибудь придумать, интересно? Да, по-моему, и так неплохо. Ну как, ну... В чем интересно? В чем суть? Какие-то шутники, так сказать, носят, как бы, кости из одного места в другое. Ну, блин, ну ты это, да, это... Суть именно в этом. И суть состоит... В суть именно в этом состоит? Да, что некие шутники носят кости из одного места в другое. Значит, суть именно в том, что они друг друга не любят, но у них есть понятие судьбы, которое предназначило им находиться вместе. Вне любви, чего-либо еще. Вне психологической привязанности, физической, еще каким-то. Они монахи под конец. Но вот есть некоторая сила, которая над ними давлеет. Тебе, как это сказано снаружи, предназначено. А может, они вместе были как-то андрогином по-платонски? Потом разделили? Ну, вот опять ты можешь спросить. Они были не андрогином, они были неким единым существом. Ты еще забыл, что там еще был дракон, да? То есть они втроем жили. Они жили втроем. А где он жили? Да, втроем. Ну, дракон. Ну, что это сила любви-то? Люди друг друга не любят. Нету силы любви. Нету силы любви. Есть сила судьбы, да. В этом-то интерес, что по классическому сюжету, что есть любящие друг друга мужчина и женщина, и есть некоторые внешние обстоятельства в виде судьбы, которые не позволяют им быть вместе. Они преодолевают какие-то трудности, ну, вот там, или это неравный брак, или это неравное сословие, или кто-то богатый, кто-то бедный. Вот на этом строится вся драма. Здесь же все с точностью наоборот. То есть есть все условия, пожалуйста, вот она его извлечивает, вот какое-то магическое... Она его спасает. ...забыть, спасает, да, казалось бы, все, окей. Он князь, неженатый. Нет, не хотят, он не желает, он всячески бежит, в конце даже в монахе, чтобы совсем уже никак. И в конце опять, как сказать, вот какая-то некая... Даже когда не умер... Подожди, а она же получается... Подожди, а Феврония же домогается, Петра-то получается. Ну, фактически, да. Значит, она пробирается сквозь землю, да? Нет, я не знаю. Я боюсь, что это пробирается. Логика простая. Петр пробирается. Петр убегает, значит, она за ним... Это получается, представляешь, невозможно даже за гранью смерти освободиться от нелюбимой женщины. Она все равно проползет, прогрезет и так далее. От любимой женщины. Нет, я Февронию... А она не любит, в смысле? Если женщина любит, она прогрезет. Я Февронию интерпретирую совсем другим способом. Феврония – это домогательство не потому, что это дело происходит в любви, это не Джулета Крамео, да? А потому что она осознает, что это судьба, а Петр от этой судьбы бежит. Вот в чем дело. Вот их разница между двумя персонажами. Вот она, эта умудренная лекарь, умница и просто красавица по всей видимости. А что это называется «История любви», а не «История судьбы»? Ну, потому что это русская история. Это русская история любви, понимаешь? Это, как сказать, отражается вся особенность русского мира, что в какой, ну, не знаю, на мой взгляд, что сама Феврония, она как бы благодаря, а вопреки, понимает судьбу и неизбежность этого действия. Да. Поэтому и сама подчиненная силе судьбе идет за князем, как сказать, несмотря на все вот... На невозможность этого, да? Да. Не, а я бы сказал по-другому, на самом деле. Просто любовь ставится на второй, какой-то третий, десятый план. Ну, здесь даже нет любви как таковой. Это даже не про любовь. Да, это не про любовь, это вот именно про судьбу, вот именно русскую судьбу. Вот такая, вот так она устроена. Это даже вот можно как бы относительно, ну, не знаю, вот как бы, если так перекладывать на сегодняшний быт, это вот какая-то необъяснимая сила, вот, ну, как сказать, которая обуславливает жизнь, вот, не знаю, вот этих вот, какие-то там, ну, не знаю, там, неблагополучные семьи, кто-то кого-то бьет, там, не знаю, или бьет, что, по логике, казалось бы, разбежались бы, развелись, все, ну, как бы, в чем проблема? Вот есть некая образно-мыслимая судьба, служение. Да, это совсем, они ее делают, типа, да, Валентина Евгеньки, потому что стоят эти такие Петра Февронии Муруски, господа, которым памятники стоят, там же Вахандинске, например, около ехт-клуба и Новая Цепь. Вы сами-то эту историю Петра и Февронии-то читали? Вы чего тут нам выставили это? Ну, вы это, почитайте эту историю, среди законов, то есть брата убийства. Ну, ведь, на самом деле, здесь же, это же грустная история, получается, потому что... Кошмарная история. Да, потому что, как бы, европейская история любви, там, ведь, фактически... Эти! Подожди, хочу пока не мать, должен ли это старость? Нет, ну, смотри, ну, тоже идет речь о судьбе, но только о судьбе, которая препятствует некому личному выбору, или, там, какой-то, там, предпочтению. То есть, она сопротивляется, а у нас, почему-то, судьба, как бы, наоборот, как бы, да, там, она... Ну, да. Она ничему не сопротивляется, она, как бы, есть и есть. Да, как некая дамость и тотальность. И ты пытаешься ее избежать, все все еще. Я бы сказал, что как раз в европейских интерпретациях этого, как раз, судьбы-то и нет. Есть любовь, которая является чисто человеческим чувством. И все истории про, там, про Петраку, про Ранау и Жюлета, это, в некотором смысле, человеческие отношения. То есть, то, что связано с сознанием, с мышлением и так далее. Здесь нет присутствия потусторонних сил и чего-то еще. То есть, это один из аспектов. У Анскова есть присутствие. Там одно только потустороннее. У русской интерпретации как раз нет ничего человеческого. Есть как раз, наоборот, нечто потустороннее, что определяет жизнь людей, независимо от того, чего они делают в реальности. Но я бы не назвал это потусторонним. И получается, что, в некотором смысле, тут можно провести параллели, так сказать, еще параллели, связанные, скажем, с тем же, с наличием тех же царей, так сказать, традиции царствования в России. То есть, царь – это бог России. Соответственно, что сказал царь, так мы и живем по-царски. Чего нет в европейских странах, где люди к власти относятся достаточно прагматично, достаточно толерантно. Для них власть не является, так сказать… Соответственно, монархия Европы… Монархия была, но она почему-то перестала быть определяющей. Это не та тема просто. Я-то к чему, что судьба и некие силы, которые давлеют и которых мы не знаем, в России являются определяющим фактором. То есть, люди в России себе не принадлежат. Нет, предпочтение, получается, нельзя выбрать, да? Нельзя выбрать себе человека, спутника жизни, с которого ты хотел бы жить. В России нельзя. В России, да? Нет, это очень интересно. Можно полюбить кого угодно, что-то. Но она вот форма его судьбы, она так тебе придется, ты будешь от нее бегать всю жизнь, уходить всю жизнь. Но она вот форма судьбы вот так придется. И потом ты не чувствуешь ничего ни с роста духовного, ни физического лечения, ничего. Но после этого ваши тела, скелеты, даже после смерти стремятся в одну могилу. То есть, вот это чрезвычайно интересная история. А тебе не кажется, что это, на самом деле, история – это предостережение? Предостережение тем, кто будет пытаться искать женщину по любви, ну или мужчину по любви. И это так тоже, да. То вам придется, на самом деле, решать эту проблему и за порогом, так сказать, жизни. Тоже так, да. Это, знаешь, своего рода такая расставительная история, что вообще, так говоря, вот как «стерпится, слюбится» по поговорке, да? Типа, вот пришлось, так сказать, с кем пришлось, с тем и жили. Это же деградационная модель. Это не, нет. Дело в том, что, как вот ты вот запад пытался представить, там все-таки вот эта тема личности, да, и личного выбора, она является, ну, ведущей. В этих историях. Ну, так а что там хорошего? Они, как бы, 16 лет было, а девочке 13. Взяли и умерли. Дело не в этом. Дело в том, что они умерли. Дело в том, что они пытались свою судьбу решить и создавать свою судьбу. Да. То, что общество в итоге, так сказать, встало на такую позицию, что они, что прилог их гибели, это не означает, что… Это неправильно. Но сам факт того, что личность должна бороться… Ромео и Джилету-то читали? Игорь, смотри, ценность любви, ценность любви, которая превыше всего, как бы, исходя из христианского понимания, исходя из светского понимания. Любовь, как бы, это нечто высшее, да? Вот и Ромео и Джилету… Нет. Очень полезно читать Ромео и Джилету, вообще говоря. Там ситуация такова, по-моему, Лаура ее звали. Вот весь влюбленный Ромео стремится к своей Лауре на свидании, которое ему очень нравится, которое он любит. Лауре – это Донжуань. Не знаю к кому. Может, не Лаура. Лауре к ней стремится. И Джилета как судьба опять. И Джилета тут ему попадается. Как судьба? Внезапно. Бац-бац, и все переиграли. И вот они настолько друг друга уже любят. Практически не говорят друг другом. То есть, вот как именно, как судьба. Что готовы для этого уйти на смерть. И умирают. Но это же сила любви. Да. Но ты обрати, как это делается. Эти два организма, одному организму 13 лет, второму 16, оказываются в рамках вот этой самой стихии. Средоточки с точки зрения рациональности, рассуждений. Наиболее выигрышно смотрится Дебу Кронского. Извините меня, последняя продолжительность жизни в то время была 30 лет. Ну и что? Извините, то что они 16 и 13 не означает, что они были недостаточно. Какой-то там смех какой-то. Что-то то ли 29, то ли 30 лет матери Джилета посчитала народ. Но как-то и мало очень. Игорь, а вот история Феврония, опять же, и Петра. Она же как бы немножко не об этом же там. Там вообще о любви не заговорит ни о чем. Вообще как бы это даже история вообще не про любовь. Да, не про любовь. Чисто про судьбу, да. Ну и получается, что как бы в высшем принципу получается даже по согласии с тобой, что может быть и в Ромео уже это и нет выбора. Да. Ну там высшим принципом все-таки являются стихи любви, а здесь высшим принципом являются стихи судьбы. Да, конечно. Конечно. Я это и хочу сказать. И по-другому гибук немножко. Но тоже вот так интересно. Интересно посмотреть. Ну что, все? Ну там интересно то, что гибель ее, как сказать, причиной гибели является действие самого влюбленного юноша. Да. И там очень интересно, что единственное во всех этих историях, женщина там вообще лишена какой-либо роли. Она просто такой вот знак. Тебя типа любят. Она вообще лишена какой-то роли. Сказали выходить за любой активности. Как, подожди. Там же существует Ромео и Джулики, вы говорите, да? Нет, но я сейчас о дебуке говорю. Как раз Джулета очень весьма активна. Она полноценный партнер вот в этом их балете. А в дебуке вот это просто символ вот такой. То есть гораздо интереснее отношение с отцом девушки, главного героя, и разумеется с тремя демонами, которых она вызывает. Сам становится дебуком. Просто Ромео и Джулета же классическая драматизация, да? Надо показать сначала какую-то любовь, да? Которая как бы превыше всего, там, которая преодолевает все препятствия, ради которой люди готовы пожертвовать своей жизнью и прочее. А потом показать, на самом деле, как это реализуется в каких-то препятствиях, да? Показать две враждующие семьи, там, показать, как они там и прочее, прочее. То есть, на самом деле, это просто стандартный способ драматизации. То есть, здесь ничего такого нового не открыто, там, на самом деле, это просто, как всегда. Для того, чтобы было интересно, мы должны, как бы, вот, видеть какое-то противоборство, какое-то... Ну да, конечно. И этот сюжет без конца. Во фильмах, во всех развод делается и что-либо. Одно и то же, да. Когда хотят показать красоту любви, именно так. Только теперь везде хэппи-энд прикручивают к этому делу. Ну, потому что, как выяснилось, люди слишком долго потом обеспокоятся и переживают по поводу, по поводу. И есть некоторое понятие незаконченного. Поэтому Ромео Джулета есть великий балет, есть Прокофьева с известной темой Бала, да. Есть великий балет Бернстайна и другие его варианты в смысле Дебука тоже есть. Но, к сожалению, нету Петра и Февронии Муровского. Ну и стран был бы этот балет, был бы стран. Вот было бы интересно поставить такой балет. То есть, я чувствую себя немножко Жанром как Това. Позвольте, если не собирается и вы. У меня такое впечатление, что все-таки балет это некого рода эротическое искусство на самом деле. Ну, не обязательно. Как и весь танец. Не обязательно. Не-не-не. Уже давно не так. Не-не-не. Уже давно не так. Ну, как бы, я не знаю. Ну, просто если там не будет именно этой любви, как там... А вот, вот такой балет и поставили вот без всего этого. Вот как «Тотальность судьбы», а чего он не балет? Здорово же. Ведь и в Ромео Джулете лучшие места это не Ромео Джулета. А вот это... Вот этот самый бал. Я видел его. Есть ужасная постановка Мариинского театра. Ну, просто бездарная и ужасная. Есть «Covid Garden», я смотрю, приезжал. Вот эта постановка была. С уже самым музыку настолько лучше сделано. Вот так. Ага. Ага.